В сказочной стране Андерсена 2 апреля весь мир отмечает День детской книги, и это не случайно. Именно в этот день родился великий датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен. Многие могут подумать, что Андерсен всегда хотел писать сказки и рано прославился, но это совсем не так. Можно даже сказать, что ничто не предвещало будущего успеха. Ханс Кристиан родился 2 апреля 1805 года в Оденсе, в то время втором по величине городе Дании. Его отец, тоже Ханс Кристиан, был башмачником, а мать Анна-Мария – прачкой. Семья едва сводила концы с концами и жила в бедном районе на улице Монастырской мельницы. Втроем они ютились в маленькой комнатушке, которая совмещала в себе и спальню, и столовую, и мастерскую отца. Все детство Ханс Кристиан проходил в деревянных башмаках и заштопанной одежде, но мать всегда следила, чтобы сын был всегда одет, причесан и сыт. Она считала, что чистота – это горлость бедняков. Отец будущего сказочника, несмотря на простое происхождение, всегда стремился к знаниям и мечтал получить образование. А еще он хотел путешествовать по миру. К сожалению, его мечтам не суждено было сбыться, но этот человек, сам не зная того, сделал великое дело – заложил в сыне те качества, которые помогли ему стать великим писателем. Отец Ханса сам мастерил игрушки и рисовал картинки. Он хотел, чтобы сын получил образование, но это было нелегко. Мальчика отдали в школу для бедных, в которой учили только письму, арифметики и закону Божьему. Зато благодаря отцу маленький Ханс рос, слушая различные сказки, как народные датские, так и знаменитых писателей. Одной из любимых книг маленького Ханса был сборник сказок «Тысяча и одна ночь». Отец всегда поощрял тягу сына к сочинительству. Одно из важнейших событий в жизни будущего сказочника случилось, когда он впервые попал на рождественское представление в театр. Спектакль так поразил мальчика, что он загорелся мечтой стать актером, петь и рекламировать стихи со сцены. Первыми его слушателями были сверстники, которые часто смеялись над ним. И старушки из ближайшей богодельни. Следуя за своей мечтой, Ханс Кристиан однажды познакомился с расклещиком афиш и начал помогать ему в работе. В качестве вознаграждения он получал не деньги, а театральные афиши. Этого хватало, чтобы в воображении Ханса рождались собственные герои и представления. Он без конца сам придумывал трагедии и комедии. Когда глава семейства умер, в семье пришлось туго, и Ханс начал работать, а в 14 лет принял решение ехать в Копенгаген. При исполненной надежде он сказал матери, что едет туда, чтобы стать знаменитым. Вряд ли она верила в такую возможность, но сына отпустила. Копенгаген встретил мальчика неприветливо. Несколько лет он пытался стать актером, но безуспешно. В театр его не брали. А когда все же взяли, Хансу дали только маленькую роль и быстро уволили. Зато Андерсон обзавелся друзьями и некоторыми связями, которые помогли ему поступить в гимназию. Андерсону было уже 18 лет, и ему пришлось сесть за парту с 12-13-летними мальчишками. Позже он смог поступить в университет, где стал совмещать учебу и творчество. Сначала Ханс Кристиан писал пьесы, романы и путевые заметки. Он много путешествовал, словно исполняя еще одну мечту отца. Однако сначала писательство не приносило ни денег, ни славы. Его произведения не замечали, считали их откровенно слабыми. Подлинная слава к писателю пришла, когда он начал писать сказки. Почему вдруг Андерсон решил обратиться к сказке? Сам он писал. В детстве я больше всего любил слушать сказки. Почти все еще живы в моей памяти, а некоторые из них известны очень мало или совсем неизвестны. И действительно, народный фольклор всегда был близок Хансу Кристиану. Он был знаком с легендами и сказаниями, в которых встречались тролли, эльфы, домовые, привидения и другие волшебные существа. Еще в детстве он любил переделывать на свой лад известные сказки. Андерсон замечал, что дети, слушая его истории, приходили в восторг. Так почему бы не только рассказывать, но и писать? В 1835 году он издал свой первый сборник «Сказки, рассказанные детям». Именно там читатели прочитали знаменитые строки. «Шел солдат по дороге, раз-два, раз-два, ранец за спиной, сабля на боку, он шел домой с войны». Так начиналась сказка «Огниво». Сказки Андерсона можно разделить на две группы. Сказки на народной основе, например, «Огниво», «Маленький клаус», «Цветы маленькой иды», «Декие лебеди», «Свинопас». И те, что придуманы самим писателем. «Дюймовочка», «Русалочка», «Калоши счастья», «Стойкий оловянный солдатик», «Оля Лукоия». Оказалось, что сказки не надо сочинять, их надо только разбудить. Андерсон писал, «Иногда мне кажется, будто каждый забор, каждый маленький цветок, говорит, «Взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей жизни». И стоит мне так сделать, как у меня готов рассказ о любом из них. Сначала критики не очень благосклонно воспринимали сказки Андерсона. Кто-то даже обвинял их в том, что они не могут научить ничему хорошему. Но свое веское слово сказали читатели. Дети и взрослые, бедные и богатые стали зачитываться сказками Андерсона. И слава нового сказочника прогремела по всему миру. Сборники сказок были напечатаны в разных странах, на разных языках. В том числе и в России. Андерсон даже получил в подарок издание своих сказок на русском языке. В России он так и не побывал, но очень ценил автограф Александра Сергеевича Пушкина, который получил через русских знакомых. Оказалось, что сказки Андерсона прекрасно подходят и детям, и взрослым. Они написаны простым и понятным языком. Даже когда главными героями сказок являются животные, читатели легко могут разглядеть за ними людей. Добрых и злых, жадных и щедрых, храбрых и трусливых. Но некоторые сказки предназначены только взрослым. Например, колокол, тень. В них подняты серьезные философские вопросы. Сказки Андерсона правдивые, жизненные и при этом яркие, живые и мудрые. Они учат не бояться трудностей, следовать своей цели и принимать жизнь такой, какая она есть. В сказках Андерсона нашли отражение и мечты самого писателя, и его характер, и его прошлое. К примеру, в сказке «Гадкий утенок» можно увидеть самого Ханса, как отчаянно он боролся с трудностями жизни и как в итоге превратился в прекрасного лебедя. Знатные особы и даже король Дании считали за честь приглашать Андерсона на званные обеды. Андерсона общался с такими писателями Европы, как Александр Дюма, Виктор Гюго, Чарльз Диккенс, Анаредо Бальзак. Город Оденсе объявил его своим почетным гражданином. В честь этого знаменательного события в городе устроили торжество и красочный салют. Детей освободили от школьных занятий. А когда Андерсон умер 4 августа 1875 года, в стране объявили национальный траур. На похороны пришли бедняки и знать, чиновники и послы, министры и даже датский король. Свою биографию Андерсон называл «Сказка моей жизни». В ней он написал «Жизнь моя – настоящая сказка, богатая событиями, прекрасная». «Сказки сделают ваше имя бессмертным», – писал один из знакомых Андерсона. Так и вышло. Писал Андерсон много и в разных жанрах, но именно своими сказками он прославил Данию во всем мире. Пожалуй, не найдется ни одного человека, который хоть раз не слышал бы фамилию Андерсона или не читал бы «Гадкого утенка» или «Снежную королеву». В Дании о Хансе-христиане напоминает буквально все. В Копенгагене в Королевском саду стоит памятник Андерсону, а в порту статуи русалочки смотрят в сторону моря. В Оденсе буквально каждая улочка пронизана памятью о великом земляке. На улицах можно увидеть памятники героям сказок Андерсона. По реке плывет бумажный кораблик оловянного солдатика. Один из парков назван «Садом сказки». В нем стоит памятник самому писателю и скульптура «Дикие лебеди». И, конечно, в Оденсе есть дом-музей Андерсона – тот дом, где он жил. В нем собраны личные вещи, рукописи и многое другое. Познакомиться с сказками великого писателя вы можете, посетив каковинку.